привет друзья вы смотрите канал боевые ботаники мы находимся с андреем басыниным в клубе клетка где нам еще оказалось бы находиться не прошло года как мы обещали вам продолжение выпуска с работой на мешке тогда у нас были две передачи по работанным мешке руками ну вот настала очередь ног сегодняшний выпуск посвящен тому как самостоятельно тренироваться на мешке как самостоятельно отрабатывать на мешке удары ногами андрей вообще самостоятельно не надо обрабатывать не надо отрабатывать подписывайтесь на канал боевые ботаники наш instagram всем пока андрей Инстаграма Андрея Басынина. Слушайте, ну давайте мы начнем с того, что я всегда наделал уточнение. Если мы только начинаем работать на мячке, всегда следите за тем, чтобы мячок был не жесткий. Кожаный это не обязательно. Главное набивка. Здесь наполнитель резиновой крошкой, здесь опилка, здесь какой-то супер технологичный наполнитель. Как выбрать? Или надо на ощупь его? На ощупь. То есть лучше мягкий, чем жесткий? Мягкий, средней набитостью. То есть чтобы они были, не были таких, чтобы рука провалилась, но не так, чтобы ты ударил туда. То есть ты должен ударить, он должен туда удар входить. Еще раз, если вы работаете по жесткому мешку, вы травмируете суставы, особенно если вы новичок, если вы профессиональный, там, больше спортивный, вы можете это позволить себе работать на жестоком. Но опять, это нехорошо там для здоровья. Потому что все уходит в суставы. Если вы продаете хорошие мешки, напишите нам, мы сделаем отдельную передачу про выбор мешка с точки зрения профессионалов. Мы пользователи. Да. Смотрите дальше, давайте начнем с мешок. Если мы начинаем работать, я могу продолжить сразу несколько вариантов. Отрабатывать фронтальный удар для закрепления хорошего от удара. Мы, допустим, начинаем, допустим, мы бьем коленями, да, у нас есть много отработок, когда мы бьем коленями. Для того, чтобы закрепить стойку и правильный удар, мы делаем таким образом, раскачиваем и встречаем мешок. То есть, для чего это делается? Для того, что если я наношу неправильно или стою, когда неправильно стойка, я буду отлетать от мешка. Женя на это показает, он вкусный удар, а он меня сбивает. Я не могу поймать тайминг времени до встречи. Ну, если бы соперник идет на нас. А ты не единый мешок, ты не единый мешок в коленку, не вынеси. Вот. У тебя, видишь, ты выносишь, да, ты, ты, ты выносишь таким образом. Ты идешь, но не помню, как варишься. Угу. То есть, ты остоял, спокойненько, я, бах, туда, вытащил ее в бедро. Угу. То есть, это отрабатывает. Это мы можем отрабатывать, как и передней, так и дальней, так бы. Все постоянно туда. Все работает. То есть, здесь нет цели его там удержать висящим? Нет, сейчас нет. То есть, я подкажу так, мешково-то подошел, столкнулся, все, отработает. Я потом, я потом, все это подытожим, почему так, почему так, почему так, чтобы через свободную работу. Все то же самое, можно отрабатывать, а, тип, как останавливать, да, я толкнул, все, там, вынес, остановил. Оттолкнул, вынес, опять-таки я остановлю эту точку, ставлю. Передней на вы. Это вот тут специально, бывает, ставишь человека, ты на закрепление. Если, допустим, большие тяжелые мячки, но они, опять же, мягкие, да, то есть, идет вес, идет соперник к тебе, ты должен вынести, да, много остановить его. Правильно, стойку закрепить. Соответственно, потом уже пошли, как отработал. Я был, прям так остановился, я делал такое движение. Передней ногой толкаю, в дальние колено. Передней ногой толкаю, в дальние колено, вхожу. Толкнул, остановил, колено зашел. Остановил, колено зашел. С руками можно уже не толкать, толкаешь. Да, в ногой передней. Также потом на дальние ногой толкнул, колено туда вынес. Толкнул, колено вынес. Следующий. Все это же самое, уже фронтально отрабатывается, такая же вертушка. То есть, ты делаешь движение, толкнул, мешок пошел на тебя, отработал. Опять все это же движение, комбинация. Раз, увидел цель, отработал, пятка туда зашла. Может так же отрабатываться, тут просто мешок на месте стоит, выходить. Но если идет соперник на вас, вы должны хорошо зафиксировать все положение, отсюда зайти с вертушкой. Раз, идет на вас. Вот туда прям выносим бедро. Я подозреваю, что большинство наших зрителей, которые самостоятельно тренируют удар ногами на мешке, они далеки от вертушек. Они представляют, что это вот как... Понимаешь, когда мы говорили про удар руками, все думают, что это надо учиться в сервисах сил. Так и здесь, я думаю, что предел мечтания, это там мощный такой лоу-кик, но в лучшем случае еще прямой удар ногой. Ну это, да, это большинство такая... Ты сейчас для таких спортиверов уже рассказываешь. Нет, я рассказываю, как работать правильно. Работа на мешке, это так же, как с соперником, с партнером. То есть ты учишься перемещаться, работать на руки, защиту. Ты где-то здесь посадишь, здесь посадишь, сместился, ты работал сюда, ушел здесь, отсюда. Смена углов. Ты так же работаешь с ним. Силовая работа на мешке, это уже как раз набор. Силовая работа на мешке. Нет, я и говорю, что на двор взгляд, силовая работа, силу пить, это когда ты уже вот это умеешь все делать. Нет, а даже вот, смотри, вот силовая. Все то же самое. То есть я уже более достаю, туда я сильнее вкладываю колено. Такая же силовая. Могу просто потихонечку здесь. Остановись. А могу туда вложиться. Один удар я сделал, не ударил, 10 ударов. Это опять силовая, она исходит из того, когда мы уже чувствуем правильность движения, точку нанесения его удара, дистанцию, и мы начинаем чувствовать этот удар, мы начинаем туда сильнее вкладываться. И все. Следующее движение мы уже делаем, я так вот, смещение в сторону. Все то же самое, когда идет на мешке. Я ушел, ухожу, отработал вид руки. Просто вот отработал. Ухожу и смещение. Это когда у нас идет на нас соперник, я ушел, отработал. Все то же самое, ушел, ножка отравлена назад, отработал. Это тот вариант, когда мы сейчас не просто застаем в динаре, а я показываю как-то, потом сделаем как-то свободно работать. То есть опять, допустим, оттолкнул, сместился, отвернулся, я ухожу. Смещение как? Это как двери там мы открывали? Да. Да, то есть вот мы стоим, фронтально мы развернулись, отработаем ногой. Когда мы работаем на мешках, очень многие люди просто стоят фронтально. Просто стоят фронтально, работать с мешком. То есть вот эти варианты, они должны всегда закрепляться. То есть они должны где-то на уровне подсознания. Допустим, как бокс, уклон, нырки, перемещение на ногах. Здесь все то же самое. Мы работаем ногами, да, ушел, прям с этой стороны ушел, ударил, отсюда поработал, качнул, ушел, отсюда отработал. То есть это мы поговорим сейчас про то, что если у нас мешок идет на нас. Вот таким образом. Это можно специально пройдет, отошел, там отработал. Поначалу ты можешь не поучиться. Я стоим, что пошел отскок, удар. Причем здесь движение, надо обкрутить бедро, взять, разворот сделать. Сюда сейчас я лупик, отошел, ушел, вам поставочку отсюда отработал. То есть очень хорошо, почему, чем хорошо это отработка? Тем, что идет силовой. Это уже как силовой. То есть если я не умею бить лоу-кик вот так вот, мы сейчас просто не присядем, я там отсюда, что если не шопает на меня, я ударю, вот я вот так речу. То есть я должен сделать таким образом. Ушел, вам встал стоим. Или ногу вперед оставил, или я закрепился, встал здесь. То есть я не улетаю. Ушел, вам встал. Но проблема в том, что очень многие мячки так сильно набиты. Там если человек голем не готовит, мы говорим про уровень там, новичков, те, кто кучится, ну, значит, могут потраммировать себе голем. Многие люди даже, я так, мягкие некоторые мячки набьют, у них потом еще все опухает. А есть смысл на мешке работать ногами с защитой голем? Ну, мне не нравится, потому что скрючут ли щиток. Если делать щелком, там да. Но некоторые ребята у меня сейчас травмированный уголь не надевают там по два. Ну, и когда в отработке делают, по два щелка. Челок сверху такой плотный. Отсюда давайте сделаем как упражнение, только правой ногой работаем. Я правой ногой работаю. Я делаю отталкиваю, колени опять. Левый сюда толкаю, тип. Левый толкаю, мидл кик. Причем работа передней ногой у меня уже идет как стопорящий. То есть, я там буду оп, отработал. Или он идет, я оп, отработал. Или раз, не успел, ушел, отработал. То есть, это само передняя нога, она как рука при джебе. Раз, ушел в сторону. Раз, коленом зашел. То есть, я должен постоянно чувствовать. Дальше. Далее нога, так же, как движение. Качнул, поменял стойку, отработал. Качнул, сразу передняя нога, снаю на мешок. Все. Китайную ногу качнул, оскок, ушел в сторону. Следующее поражение. Когда мы отрабатываем мидл кик, можно отрабатывать, когда мы стоим строго, перед перед мешком. Таким образом, у меня мидл кик, чтобы нога, нужно выходила ровно по линии, по краю мешка. Можно отрабатывать, когда я стою так. Такой, не полный, мидл кик на вращении. Вот так вот я стою, мешок рядом. Я стою, я отсюда делаю. Но я это делаю так, что у меня петро вращается здесь. Я его нашел, вот я стою, спокойненько, да, бам, отработал. Это отработка. Я всегда сражу, животом мимо. Потом я ухожу за мешок. Поработал. Потом я ухожу сюда. Здесь еще сильнее вращение идет. Допустим, я работал, дал, допустим, лукик, отработал там, еще лукик, мешок начал раскачиваться. Я его там догоняю, сильнее вращаюсь. Теперь еще идет между ними я здесь вращаюсь. Опять он раскачался. Он качается, ушел туда. Я его догнал. Теперь он упадает сюда. Я его встречаю. Понял? По-моему, все одно и то же, что бил. Одно и на голе, один и тот же удар. Один удар был, когда мешок здесь был. Я его догнал. Как бы я стоял здесь, цель ушла с линии атаки. А, понял. А второй раз, когда мешок сюда начал падать, в момент, я его здесь встретил. И, по-моему, получилось так, если ты бы уходил в сторону, я тебя догонял. Или, наоборот, мы уходим встали так, а ты начал смещаться сюда, я тебя здесь встретил. Когда, допустим, я работаю свободно, руками, ногами, там, лукик, там, ввиду таких... Вот, мешок раскачался, я сюда отработал. Сейчас он еще раскачется. Вот. Вот я отработал. Еще раскачался. И теперь я вот туда, сны туда с вами, сиди, сними, вращаюсь. Когда есть такие мешки, которые так раскачиваются, фактически, мы можем работать, когда движется вперед и движется в сторону. так, что это дает такая работа? Угол, угол разворота во время удара глубже или меньше. Навстречу или вдогонку. Ну, отошел я сюда, то что сюда, в самом бы ты бил там, миддл кит. Что тебе дает? Закрепление, силовое удара. Вот это же движение я отрабатываю с вертушки теперь. Мы это делали, я вам показывал вертушку, когда мешок шел на меня, встречал. А если вертуша, когда, допустим, круговая, когда мешок вот так раскачивается, он раскачивается, я иду здесь, на встречу. Он опять идет сюда, раз, я на встречу, то есть я делаю за хрест. Также мешок может стоять на месте. Я тоже так же могу сделать, знаете? Но когда он идет в падение, он идет в падение мешка. Падение мешка идет, я все. И здесь закину. Останавливаю. Или в голову. Стоишь там? Нет. Потому что многие ребята работают на мешке, маме это рассказывают, они, допустим, сильный мешок раскачается, они подходят, останавливают его руками и продолжают работать. Если мы работаем на мешке, делим перчатки и работаем с ногами, мы мешок остановим только ударами. Мы постоянно с ним работаем. Он раскачался, я отошел, работал здесь. Вот навстречу, вот здесь. Здесь все. Качнулся, мама отсюда. Отработал. Раз, два, ушел. А вот вот здесь. Качнул, отсюда ушел. Все, перешел дальше. Вот я с ним работаю. Вот набрал. Пошел на меня остановил. Но, справедливости ради, надо сказать, что во время групповой тренировки у одного мешка редко оказывается один человек. У Андрея на тренировках в зале сейчас уже до 40 человек. Приходите, друзья, на персональные тренировки. И там приходится останавливаться руками. Потому что, кто-то корям ударил, тебе уже не так, не по заданию приходится останавливать. Вроде останавливать. Ну, когда два человека работают на мешке, там иногда руками подправляют, потому что кто-то там корям ударит и не так, как нужно было. А задание исполняй определенные позиции. Стой. А еще кто-нибудь ни твою ногу ударит, ни бы одновременно. Нет, нет. Это только не область. Сколько лет работали на мешках, никогда в жизни мы не встречались нога в ногу. Но есть некоторые, которые... Ну, потихонечку, пинай здесь, дай. Что вы все эти? Ну, мы сейчас ударимся. Давай работай. И бей. И бум. Они дождались друг друга. Нет, если я не обращаю внимания, это опять же контроль. Фактически, как будто мы стоим друг напротив друга. Но перед нами мешок. И кто кого перебьет? Там. Я бью, ты бью. Я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фактически мы... Вот, видишь, ты сейчас за тобой пошел удар. Потом, кто-то тип, допустим, я работал прям... А ты тип меня толкнул, да? Тип, да, допустим. Толкнул я раз, а не дошел как. Я начинаю внимательно работать. Я раз, толкнул, все. Бам. Ситуация. Ситуация как в бою. Когда соперник постоянно перемещается, подходит, откует. Ну, если ты свободную дал работу ногами на мешке, тогда да. А если не свободную, то же самое. Я, допустим, хотел ударить тип, а он опередил меня, у меня получился вот такое движение. Я или отлетел, но я все равно получил анализ движения. как многие задают, сколько раз в неделю тренироваться, да? Я тебе, да, опередил, да? По вопросу. Там на мешке. Допустим, вы четко ставите на себя плак. Там, на одну тренировку только руками работаем, вторую только ногами, там, третью руки ноги. Я больше делаю всегда поработать. Мы, первую раунду, разогреваемся на руках, потом поработаем обязательно крест, рука на ногах, это обязательно работает. То есть я сам стою, кидаю, вам здесь отработал. Причем, есть отработка на мешке, тоже очень хорошая, когда мы работаем руки по воздуху, а ногами, силовыми ударами или не силовыми работаем по мешу. Я вот таким образом работаю. То есть я там переключаюсь, да? Я не валюсь на мешок руками, я официально держу мешок на дистанции ног. Потом я уже буду приходить здесь, отсюда поплотнее работать. мы поднимаем вынослись, силовую вынослись, скоростную вынослись. То есть я легко работаю руками, руками, силовой, силовой, силовой. То есть я промокнулся, промокнулся со передвижкой и попал. Промокнулся, и попал. И быстро опять переключился на руки. Чем это лучше, чем и руками, и силовая, и ногами? Переключение. Переключение работы, потому что официально должны бойца переключать. Не просто ставить на мешок работу руками, ногами, а ставить его всякие рамки. Ты руками работаешь по воздуху, но, причем, работая руками по воздуху, не должно быть такая. Ну, раз волос, значит... То есть, потому что многими... То есть, я все равно здесь собран, да, вот, я смотрю. Раз, два, три, два, два, здесь вот я работаю. И вот таким образом, да, я здесь собран, хоть я и работаю силовые удары, потому что многие работают силовыми ударами ногами, а руки у них рассыпаются. То же самое, да, мы можем работать руками по мешкам, а легко ногами, то есть, получается, так вы видите. Нет, я вообще не включаю, я просто набрасываю, а здесь чуть-чуть плотнее работаю. Но ногами тяжелее работают, потому что в нос есть другая. Они более энергонек... А на руках лечим. Я, получается, включаю больше скорость на руках, а ноги так тук, как переходящие. Тук. И дальше работаем на руках. Вернемся к плану тренировки. Вначале разминаемся на руках, работаем, потом на крест рука нога, потом вот так вот легко на руках с ногами, а потом что, одни ноги? Не-не-не, мы не берем легко. Давайте мы сделаем поэтапно. Я вам сейчас сделаю раунды прям. Первый раунд. Передняя рука. Поработали передней рукой. Все. Поработали чисто дальней ногой. Второй раунд. Третий раунд. Объединил. Объединяю, делаю же крест. Причем это может быть два удара. Может быть свободно работать на руках. Может быть рука в этом связке. Рука нога. Это свободно работать для того, чтобы соединить этот крест. Все то же самое делаю с дальней рукой. Все, я работаю, дальней рукой. Мы сами работаем здесь. По корпусу двигаюсь. Раз, два. Работаю там через нырок, через уклон. С оттяжки достаю. Потом работаю с ногой передней. Все четко здесь работаю. Тельфы. Пошел на мешок у меня колено. Сместился, отработал. Тяжело работать на мешке с передней ногой. Она постоянно куда-то оказывается здесь сзади. Здесь четко вот и работаю. Раз, два, три. Достал. Раз, два, три. Начинаешь себя с рукой не обязательно? Нет, конечно. Передней ногой поработал. Там стресса соперника. Поработал. Поработал здесь. Раз, два. Поработал. Тип. Кул. Рука. Потом можно соединить. Уже все. Обе руки. Обе ноги. Руки-ноги. Девять раундов. И потом еще три раунда свободно. Получается, что чисто кикевская. Чисто ногами мы не работаем вообще, что ли? Тема, собственно, сегодняшнего рупоста. Можно работать. Ну, мы просто соединить. Я там через руки начну соединять. Чисто ногами все-то же так же. Я могу делать раунд. Вообще можно делать раунд. Чисто типы. Чисто лоу кик. Только миддл кик. Только хай кик. Только колени. Потом или лоу миддл. Или лоу только хай кик. Я отрабатываю только лоу кик. И только хай кик. Все, я работаю. Раз, два. Там раз, два. Или отрабатываю здесь, здесь. Или просто поработаю туда. Вот я боксер. Я знаю, допустим, есть отработки только боковой удар. Только перкоты. Только прямые. Только передней рукой. Только дальней рукой. Все, то же самое. Просто ноги перенести. Только передней ногой. Потише, так дыши, Игорек. Только передней ногой. Можно проводиться. Все, все, все удары передней ногой. Все, я стою в работе свободно передней ногой. Постоянно контролирую мешок свободно передней ногой. Такой, да, показал передней ногой. А можно делать там в понедельник работать руками, в среду ногами, а в пятницу все совмещать? Не, я понимаю. Как, знаешь, как ударка с борьбой так. Не, не. Получается, видите, у вас такой большой интервал, да? Чисто работа на руках. Неделя перерыв. Если это по понедельникам. Чисто работа на ногах. Неделя перерыв. В пятницу. Все, неделя перерыв. То есть лучше тогда, вот так, как я показал, поработали на руках, поработали с ногами, соединяли все руки и ноги. Можно делать отдельные тренировки, чисто силовые. Берем одиночный удар. И работаешь раунд чисто силовой, миддл кик, когда думаешь. Или там левой ногой. Раунд три минуты силовой. Они же всем не получат уже силовой. Нет. Мы говорим про силовые такие. Мы теперь вот так вот, да? Да. Да. Ну что? Ну я ни фига себе бассейн не посоветовал. Я вообще на них как-то... Фух. Мне со мной никто не видит, никто ж не знает, как я тренируюсь. Всем расскажу, что я на 10 раунд поработал на мешках. Не, вот мы ставим спокойно. Все четко. Все, встали в стоечку. Все, опять спокойно. Ставим. Опять все спокойно. Все ставим. Опять все спокойно. Я должен ударить, вернуть ногу, остаться стойкой. И так могу бить. Потом увеличить промежуток между ударами. Но я каждый удар четко ударил, вернул ногу, все встал. Просто одиночно закрепляю, чтобы мышцы закрепить. Потом мышцы наедаются. И все равно они становятся слабее удары. Так вы это почувствуете. Вот можно рассматривать работу на мешке ногами с точки зрения... Набивки? Да. Я всегда об этом говорил. Да, штаб? Больно же. Нет, мы говорим, знаете, о постепенной нагрузке. То есть всегда нагрузка, даже постепенно. Если мы начинаем заниматься, то есть мы не можем сразу взять и набить голень. То есть это просто естественным образом у тебя голень не укрепится. Не надо через боль стараться бить, я буду страдать. И в коем случае не через боль. Если он проводит там 30-20 минут на мешочке, у него так уже там нормально набьется, разобьется ноги. Потом постепенно усиливает. И постепенность она очень важна. И на мешочке можно набивать. Мы набиваем на мячке. Мы набиваем, когда работаем друг по другу, там об локте, об колене, об щиты. Мы набиваем, накатываем. Мы набиваем, когда просто мякоть пробивает. То, что мы делаем с тряски, тебе очень понравилось. То есть постепенность это очень важно на этот момент. Как бы запомните это. Когда я говорю, допустим, работаем по защите, да. Стояние друг на друга. Миддл кик. Я ударил, ты мне ударил, да. Все, 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 все. Некоторые, некоторые. Я говорю, ребята, работаем по рукам. Мы не сильно не бьем, мы просто приучаем. Руки держат в правильном положении. Постепенно идет нагрузка опять на мышцы, на суставы, на руки, на тело, на организм. Она все идет. Потому что все равно идет давление, удар, набивка здесь. Друзья, те, кто случайно попал на этот выпуск и не подписан на прекрасный канал Боевые Ботаники, знайте, что наши выпуски выходят два раза в неделю, каждый понедельник, каждый четверг. Чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, подпишитесь на наш инстаграм и вы будете знать, что мы снимаем в данный момент. Всем спасибо. Андрей, спасибо. У меня тоже есть инстаграм. Продолжение следует. Продолжение следует.